Привет, меня зовут Ваня, мне 22 года. Я закончил бакалавриат в Московском педагогическом государственном университете на профессию педагог-психолог. Сейчас я учусь на магистратуре. Я думаю, профессия психолога интегрируется абсолютно в любые сферы жизни, сферы деятельности. Неважно, чем конкретно ты занимаешься, психология помогает, наверное, в любых сферах. Я бы сказал, что танцы — это, в принципе, основное мое занятие в жизни. Я бы не сказал, что это мой основной доход, несмотря на то, что я достаточно долгое время проработал учителем в школе, ведя занятия у детей и в детских садах, и в зданиях общеобразовательных школ. На самом деле, банальная очень история. Я просто посмотрел, будучи на тот момент, свой хороший знакомый фильм «Шаг вперед», посмотрел этот фильм и сказал, что я хочу добиться в этой сфере каких-то достижений, каких-то результатов. И очень мощно начал туда отдавать свои силы. Самое удивительное, что первые два года я танцевал, просто выходя гулять с собакой на улицу. Я одевал наушники в уши, дома смотрел разные видео на ютубе, и выходил и практиковался, пробовал. Потому что первые два года семья меня не поддерживала в танцах, от слова совсем. И я практиковался сам. Было переломный момент в моей жизни, когда родители поняли, что это не просто увлечение, а, наверное, цель моей жизни — развиваться в этом. Но самым главным достижением на данный момент я считаю церемонию открытия Олимпийских игр, где мне посчастливилось быть в касте профессиональных артистов. И именно это и стало переломным моментом для моей семьи, после чего они стали действительно видеть в этом толк, видеть в этом меня уже, как более профессионального человека. Вот. И, наверное, да, церемония открытия Олимпийских игр. Начинающим танцорам я бы сказал о том, что сейчас тысячи источников, через которые можно получать информацию. И это не обязательно должна быть студия. Регулярно дают очень многие студии бесплатные мастер-классы. Практически в каждую студию впервые можно прийти и попробовать себя по любому из стилей, ну, хотя бы один раз, бесплатно. То есть возможности развиваться, не имея финансов, сейчас тысячи. В первую очередь это интернет. Когда у человека есть огромное бешеное желание, мы можем все это видеть через телепроекты, которые сейчас идут о танцах. Потому что многие сотни людей, которые увлечены этим, не имея возможности прокачиваться у крутых педагогов, находят для себя эти возможности и прокачиваются способами интернета. Опуская все, в принципе, демагогии и обсуждения об этом вопросе, можно ответить достаточно четко, ну, основываясь на примере своей жизни, о том, что когда есть какие-то депрессии, лучше всего работать. Работать над собой, работать над своей физической формой. И посредством изнурительной работы, работы именно над собой, приходят уже новые, ну, новые вдохновения. Ну, конечно, вера людей, окружающих тебя. Она поддерживает, она дает этот запал. Когда тебе человек говорит, я в тебя верю, у тебя все получится, именно это дает вдохновение. Даже если ты не умеешь танцевать. Это, наверное, было одним из тоже основополагающих меня как танцора. Потому что когда я только начинал танцевать, это сейчас, посмотрев на эти видосы, я понимаю, что это был такой колхоз. Ну, просто невероятно. Но в меня верили, меня поддерживали, друзья говорили, классно, ты молодец. И я продолжал верить в себя, продолжал ходить на кастинги, на какие-то съемки, знакомиться с новыми танцорами, принимать в них опыт. На самом деле, ну, действительно, тупо не сдаваться. То есть спустя определенное количество попыток в любом случае все происходит. И даже если нет возможностей финансовых, нет возможностей, нет поддержки от семьи, нету... ну, всегда есть тысячи причин, почему нет. Надо просто зубами кусаться за ту, которая говорит, да, шанс есть. И вот прям туда все силы пускать. Прорваться, искать возможности. В любом случае, всегда в моей жизни была такая, ну, черта характера, что если бы у меня даже нет средств на то, чтобы начать заниматься танцем или ходить к какому-то педагогу, будучи там в школьном возрасте, я всегда находил возможности договориться с руководителем студии или же с хореографом о том, что давай я хоть, не знаю, полы тебе помою, но мне очень хочется заниматься. И я гарантирую и более чем уверен, что ни один, ни руководитель, ни педагог не откажет ни одному ученику, который увидит рвение в нем. Действительно истинное рвение. Добиться своей цели, ну, реализовать свою мечту. Я пробовался, пробовался на кастингах. Где-то меня ставили в список ожидания, где-то мне в какие-то года, в какие-то из сезонов мне говорили четко нет, когда я понимал, что еще там уровень не соответствует. Вот. И я не могу сказать, что я фанат этого проекта, но я ему безумно благодарен, потому что именно благодаря этому проекту танцы популяризировались, и они сейчас имеют очень сильный оборот. То есть вспомнить, что было там 4 года назад, сказать, что ты там танцора, или встретить танцора на улице, или где-то в баре, в клубе, это было практически редкость, огромная редкость. Танцы очень сильно, этот телепроект очень сильно популяризировал танцы в России, я ему за это очень благодарен. Я бы не сказал, что я сильно туда рвусь. Если у меня окажется такая возможность, то я там, может быть, в будущих сезонах как-то поучаствую. Наверное, только лишь об упущенных возможностях, где я когда-то не дожал, не был там так уверен в себе, не так верил в себя. Ну, то есть множество оправданий, когда я мог бы чего-то добиться раньше, больше, но просто вот не дожал, не хватило мне какой-то вот, может быть, уверенности, смелости, или еще чего-то. Каких-то либо навыков, от которых у меня там, ну, уходили какие-то возможности. А в целом я всему всегда благодарен. Я практически любой ситуации в своей жизни нахожу, опять же, повод, почему это хорошо, что это со мной случилось. Будь какой-то там отказ по работе, несостоящаяся встреча, ушедший человек. Я всегда благодарен, потому что это всегда опыт, это то, что делает меня сильнее, мудрее. Я всегда из всего стараюсь вынимать самое лучшее только, самое сильное, что делает меня сильнее. Проект был задуман изначально как возможность для не танцующих людей начать танцевать. Для тех, кто как раз смотрит, грубо говоря, разные телепроекты, смотрит разные видосы в интернете и думает о том, что я когда-нибудь должен попробовать начать танцевать, почему бы нет. Но человек все это откладывает на завтра, на потом, а мы знаем, что завтра никогда не наступит. Все время мы просыпаемся, наступает сегодня. И этот проект был возможностью, которая дает не танцующему человеку начать максимально выгодно, максимально информативно и получить как можно больше эмоций, потому что этот проект мы сразу стали снабжать какими-то интересными ништяками, какими-то добавками, то есть в таком вот формате. Именно в абонементе как раз проект и нашел себя. То есть мы знаем разные истории, которые уже функционируют. Они начали свое существование в Америке, то есть системы одного универсального абонемента в разные спортивные там секции, клубы, будь то фитнес-залы и так далее. Не так давно, буквально несколько лет назад, подобные коллаборации, подобные возможности пришли к нам в Россию в лице разных там нескольких компаний. Они рассчитаны на данный момент только лишь на спортзалы, на фитнесы, ну и некоторые из них каким-то образом пересекаются с танцевальными сферами. То есть по одному абонементу в течение месяца ты можешь посетить определенное количество занятий в разных местах, которые приводят тебя к какому-то определенному там результату, за которым ты идешь. В том числе это был бы отличный подарок. Этим люди как бы пользовались, на это как бы и шел акцент. В свою очередь, поработав с такими проектами в различных других сферах, не связанных с танцами, я пришел к тому, что это, наверное, была бы отличная возможность интегрировать топовые студии по Москве по мнению множества различных танцоров, которые многого добились уже, интегрировать в один универсальный абонемент. Который дает возможность посетить максимально выгодно, максимальное количество хороших студий. Соотношение как бы и цены, и качества в этом проекте очень большую роль играет. Это именно полноценное занятие в формате открытых уроков, где любой человек, будь то танцующий или же впервые начинающий свой путь в стезе танцора, приходит на занятие, открытое и доступное для всех, кто зайдет и купит как бы разовое занятие или же абонемент внутри самой студии. Расчет и, наверное, самый главный нюанс этого абонемента, его, можно сказать, цинис, в принципе, этой затеи, в том, что танцор, покупая разовые занятия в студиях, потратит больше денег, нежели чем он купит наш абонемент с нашими условиями. В принципе, вот. Проект «Танцуй в Москву» имеет в себе на данный момент три составляющих. Первая составляющая, это та, которую мы сейчас обсудили и рассказали, это абонемент универсальный на шесть студий танцевальных. Вторая составляющая, которая сейчас на данный момент находится уже на стадии запуска, она создана, она функционирует, это стадия привозов, привозов обычных рядовых танцоров из разных уголков страны. То есть, расчет идет на то, что каждому танцору как раз с разных уголков страны не так-то и уж и сложно и гораздо проще, чем они думают, приехать в Москву за развитием. Потому что мы со своей стороны максимально стараемся в этой истории снизить финансовые вложения и обезопасить человека. Потому что на данный момент самый главный аргумент, почему люди боятся ехать в Москву, это потому что они не знают город, они не знают, куда они приедут, они не знают, где они остановятся, они не знают, кому они пойдут на классы. Именно за это все мы взялись взять на себя ответственность, курировать людей от момента того, что у них появилась эта идея, до момента того, что мы их обратно отвозим в аэропорт на трансфере и желаем всего доброго. То есть от и до. Это именно история привозов из разных регионов. На данный момент в проекте «Танцуй в Москву» участвует история, как бы, ну ее можно назвать стандартный пакет услуг, потому что в перспективе у нас еще разрабатывается пакет услуг «Бэйсик» и пакет услуг «Вип», то есть «Виповый абонемент» и абонемент формата «Бэйсик», то есть самый-самый простой базовый. Так вот, на данный момент это шесть студий с акцентом на современный стиль танцев, на андеграунд, с акцентом на чемпионаты. То есть это студия MDC Energy, Московский танцевальный центр, Нью-Йорк, студия «Райскай», 54-е «Дэнс-студио», «Касабланка» и «Трикс». То есть шесть достаточно сильных московских студий, в которых очень большой идет оборот современных танцоров, которые приходят туда за развитием. Но что удивительно, первый же человек, который купил у нас абонемент, это было в июле 2017 года. Первый человек, купивший у нас абонемент, оказался как раз приезжим. То есть мальчик приехал из другого города, боюсь сейчас соврать, я не скажу точно из какого, не столь отдаленного, доступного до Москвы, как бы в пределах студенческой возможности, то есть добраться, грубо говоря, на поезде там недолго. Он приехал в Москву и был заинтересован максимально продуктивно провести время, занимаясь танцами. То есть походить к максимальному количеству педагогов, при этом потратить, конечно, минимум средств. И так совпало, что мы первый же абонемент отдали мальчику, который приехал из другого города. Естественно, он остался очень доволен, он писал у нас очень хорошие отзывы, потому что это искренние отзывы были, то есть можно было на его страницах в соцсетях увидеть фотографии практически из каждой из представленных студий, из кучи педагогов, к чему он как бы был очень рад и доволен. И третья часть проекта это именно созданные футболки. Футболки для танцоров с тематические футболки из действительно достойного качества и с интересным принтом. То есть это ни в коем случае не сувенир. Мы относимся к этому максимально серьезно. Мы относимся к этому как именно к части проекта, на который мы делаем очень большой уклон. Основная затея при создании футболок была рассчитана на то, что бы я хотел носить сам. То есть побывать на нескольких крутых чемпионатах мировых, которые проходили у нас в Москве, я, увидев дизайн, подумал о том, что действительно он достойный. И подумал, а почему бы мне не создать что-то свое? То есть мне всегда хотелось создать собственный продукт, и это не была конкретная затея именно футболка. То есть у меня была задача создать собственный продукт, который я бы хотел вносить. сам. Который мне был бы удобен, комфортен, мне нравился его стиль, и он был бы сделан из достаточно крутого материала. И спустя какое-то время я начал реализовывать эту часть проекта, и она стала одной из самых основополагающих в принципе всего проекта «Танцуй в Москву». Мы долгое время отбирали, какой конкретный материал мы хотим использовать при создании этих футболов. По поводу фасона не было вопросов сразу. Мы взяли фасон футболок, которые представлены на чемпионатах, и улучшили их качество. То есть я бы не мог сказать, что мы открыли какой-то новый мир или создали продукт, которого еще нет. Но мы создали тот продукт, который действительно может гарантировать удобное и качественное его использование, своевременное, как бы даже уход за этими футболками никак не повлияет на дизайн. А дизайн этих футболок, наверное, был самым сложным как бы этапом в их создании, потому что на протяжении нескольких месяцев я отбирал разных дизайнеров, отправлял им задачи о том, что нужно создать некую историю для танцоров, и целевая аудитория — это танцоры. Но ни один из дизайнеров даже, к сожалению, близко не смог подойти к тому, что было в моей голове. И как итог, я сел за одну ночь, сам создал этот дизайн, и первая партия уже разлетается, как горячие пирожки. Потому что она действительно имеет спрос среди танцоров. Не потому что мы ведем какую-то невероятную рекламную кампанию, а потому что хороший продукт — это тот продукт, который всегда будет иметь спрос. Наверное, по этой причине они имеют вес, и мы будем продолжать. Будем создавать новые дизайны, новые, может быть, фасоны, форматы. И, скорее всего, мы не остановимся только на футболках. Впереди очень грандиозные планы. И была запущена акция в момент релиза о том, что все купившие в момент предзаказа, сделавшие предзаказ, получают возможность пофотографироваться профессионально, получить крутые, качественные фотографии. И сам процесс, я думаю, делает людей чуточку счастливее. Не ограничивать себя только футболками. Впереди действительно очень смелые затеи, которые пока мы не готовы реализовать. Но в определенный момент, я думаю, это будет очень сильным выстрелом в индустрии танцев. Так точно. Я в этом уверен. В свою очередь, сейчас основной акцент развития проекта возложен на именно историю студентов, абитуриентов и учащихся в вузах. То есть мы понимаем, что сейчас возрастная категория, которая заинтересована в развитии танцев, это ученики уже как бы школ, которые готовятся к поступлению, и сами студенты. То есть, как полагается, студенты – это та аудитория, которая уже имеет какую-то возможность самим принимать решения и каким-то образом вальировать свои финансовые возможности. Поэтому сейчас на студентов у нас будет, наверное, самый большой запал нашей энергии, наших возможностей. Интеграции в вузы, все студенческие мероприятия, самых сильных вузов страны. Мы очень на это рассчитываем, и мы уверены в том, что вузам будет интересно с нами работать. Сейчас подключены на данный момент, конечно же, абсолютно все соцсети, все интернет и онлайн ресурсы, но, имея жизненный опыт работы в сильных, интересных очень брендах мировых, я перенял оттуда очень интересный опыт интеграции офлайн. То есть, когда я непосредственно лично могу человеку рассказать о проекте и показать ему, насколько круто и насколько просто можно начать танцевать. То есть, опять же, естественно, это будут и вузовские мероприятия, и мероприятия вовне. То есть, у нас в планах есть интегрироваться в парках, проводить мастер-классы с интересными личностями. Это будут некоторые звезды эстрады, очень сильные звезды эстрады. Это будут блогеры, очень сильные ребята, участники масштабных, самых масштабных наших телепроектов отечественных. Вот. И совместно с ними мы будем проводить так называемые хексы, так называемые некие флешмобы и о каких-то активности в разных как бы уголках нашего как бы города. Будь то парки, будь то интересные площадки. То есть, не только онлайн, а оффлайн история, конечно, тоже. Я считаю себя счастливым человеком, который может зарабатывать себе, грубо говоря, на хлеб и в какой-то мере там помогать своей семье, занимаясь именно тем, что мне очень нравится. То, что делает меня счастливым, то, что может сделать счастливым другого человека. То есть, одно без другого для меня невозможно. Я не могу заниматься тем, от чего я не буду получать истинное удовольствие и чем я не буду гореть. То есть, всегда самый лучший результат мне приносит именно та история, тот род деятельности, которым я горю. То есть, я должен действительно им прям гореть. Это же мой плюс и это же мой минус. Это, наверное, будет сейчас сказано максимально от души, насколько это в принципе возможно и искренне. Ничего не стоит бояться. То есть, нужно фигачить, прям отдавать себя с головой, гореть. Я, ну, как бы рекомендую, советую, чем бы вы ни занимались, будь то гончарное производство, будь то дизайнерское дело или что бы то ни было, если вы будете этим гореть и вы будете перебарывать какие-то свои собственные преграды, это приведет к вас к результатам, о которых вы даже не мечтали. Именно отдаваться. Отдаваться на все 110 процентов и делать максимально качественно. Потому что, поверьте, лабуды, фуфла на рынке, на рынке услуг, на рынке продуктов просто до черта. Очень много. Прям, ну, очень. Если вы будете делать качественный продукт, он в определенный момент всегда найдет себя. Он найдет своего покупателя, он найдет своего клиента, он найдет человека, который разделит с вами ваш интерес. И вы не поверите, но именно когда вы начинаете гореть свои собственные идеи, вокруг вас образуется тот мир, который вас поддерживает, который верит в вас, который максимально способствует вашему развитию. То есть, вы можете заложить идею проекта, формата или размера спички, а потом это уже организуется вокруг вас сам костер, и вы этого даже не заметите, вы на это даже не будете рассчитывать, как костер сам будет вас подогревать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok